Здарова всем, ребят! Сегодня на нашем обзоре бой на восьмом уровне, да, но это Тигр 2. Тигр, он и в Африке Тигр, да? Великолепный немецкий тяж. Карта у нас Кастилья. Ну и пока у нас идет отсчет, и боец будет выбирать, куда же ему ехать для того, чтобы насыпать по мордам лица вражинам. Ага, он уже определился, это хорошо. И теперь осталось только вам пару секунд для того, чтобы определиться. Это поставить лайк, жмакнуть подпиской, если вы еще не подписаны, ну и прислать свой реплей для обзора. Так, ну что? Ну, я хрен знает. Честно, там, блин, еще превосходство, терпеть оно, ненавижу. Ребят, с вас плюсик или отдельный лайк за то, что кто терпеть не любит, это ненавидит, это превосходство. Так, и что у нас? По разъезду, значит, еще один тяжик прет на ЛТ. План. Угу. Так, ну там тоже есть туса и на С, и есть движуха и на А. Проехал назад, чуть-чуть, чуть-чуть назад. Опа, хорошо. Ну, я хрен знает, я бы, конечно, наверное, не точку захватывал, я бы все-таки поднялся наверх. Опа, ты. Вазик долго выцеливал. Очень долго выцеливал. Очень-очень. Вообще неразумное решение. У Вазона что-то вообще сегодня, походу, не его день и настроения у него нет. Стоит он очень классно. О, есть. Есть, все-таки сумел, все-таки смог. Ну, время пойти и отдыхать, все правильно. Так, и что, по одной точке у нас захвачено? Счет 1-2, конечно же, не в пользу команды зеленых. Это прям 1-3. Все правильно, Тема, говори больше и счет будет больше. Тут я умею, конечно, на карты. Что, неужели Пантера застреляет в Симлако? О, хо-хо-хо-хо. Есть, хорошо. Так, счет 2-3. 1400 урона у нашего бойца. Но счет будет 2-4, да. 2-4. И что? И боец по горке объехал уже. И налетает на Т-54 облегченную. Ага. Я этого не заметил. Думал, у Т-54 свои дела, поэтому он едет дальше. Но нет, он добил союзника. Так, ну и что? Вазик 111, Тигр 2 против пятерых вражин. Т-54 хочет на Вазона налететь. Ух ты. Так, тут надо быть поаккуратнее, потому что летит уже отовсюду. Найти в игре еще один, второй. И Т-54 сверху. Чем там Вазик занимается? Вазон, блин, добейся четверку. Да ёбер, куда ты там стреляешь? Ну в упор же стоит. Охренеть. Его сейчас просто расстреляют. Ооо, это просто дикий трэш. Он не смог добить 54-ку. Он стал бочиной. Раза с двух не попал. И просто его расстреляла толпа красных. Я не знаю, как там можно было целиться в Т-54. Она ж вот так стоит перед тобой. Вот так просто. Вот такой силуэт. Как можно было? Там можно было без прицеливания стрелять. Куда угодно. Это жопа. Таких союзников никому, ребят, не желаю. Потому что это... Это хуже врагов, такие союзники. Так, ну итальянец получает красиво люлей. Как бы он тут своим не трусил орудием. Четыре фрага. Три 700 уже урона. И кстати, боец же сейчас борется за медальку Колобанова. Ну вот так вот стоять это опасно. Потому что сейчас бой-то так и закончится. Там еще ЛВ. Ой-ой-ой. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Давайте. Молодец. ЛВ молодец. Потому что в бочину и не пробил. Вот это он, конечно, хорошо сделал. Тут он красавчик. Ему спасибо. Огромное спасибо. Так, Тигр, давай. Включай вот эту магию немецкого тяжа. И погнали танковать все, что только можно. Хорошо. 4 900 урона. Надо быстрее добивать ИСа. Потому что по очкам захвата, конечно же, команда зеленых проигрывает. Давай, Тигр. Только не торопись. Только не торопись. Доворачай, доворачай, дорвай. И в... Ну, в клинч к нему. В клинч. Я так... На такие ваши бои я могу просто посидеть. Я и так уже почти седой полностью. Я так могу еще быстрее посидеть. Ну что, победа. Медаль Колобанова. Бойцу так держать красавчик. 5700 урона. И 6 фрагов. Одного фрага не хватило до рассиняек. Бойцу красавчик. Что я могу сказать? Побольше великолепных боев. И поменьше таких союзников. Хороших тебе союзников. Ну а на этом все, ребятки. Присылайте свой реплей для обзоров. Всем спасибо. Пока.